И обижаются? Я-то не обижаюсь, ничего обижаться. Это моя жизнь, моя работа. А они-то что пишут? Лесбиянка я. Какая лесбиянка? 56 лет. Совсем уже охренели, что ли? Это же бурдом какой-то. Ладно бы я была замечена в компании с девушками, с женщинами с сомнительной репутацией. Это вообще уже просто маразм какой-то. Это кто у меня на канале сидит? Это кто пишет комментарий? А эти все? Лена фамилия. Тут же сама себе отвечает. Лена другая фамилия. Сама себе же поддакивает. Все ищут какой-то компромат на меня. Боже мой. Что надо от меня? Вообще не знаю. Я спокойно живу, веду свой канал. Наслаждаюсь жизнью. Отдыхаю с детьми, езжу, трачу деньги. Не могут, прямо не могут. Только и ждут, когда у меня выйдет видео. Это ужас какой-то. Уже и лесбиянкой я стала. Старая шмонька. Да, я старая шмонька. И что теперь? И что теперь? Доживете до моих лет. Там Саня, Саня, он сирается. Не знаю, то ли женщина, то ли мужик. Прямо за 150 тысяч он отдохнул в Европе? Ну один, может, и отдохнул. Ну один, ладно. У нас-то толпа. У нас-то толпа, блин. Уже приехал и сидит уже мои видео, смотрит. Когда ему отдыхать-то в Европе? Он все каникулы сидел и писал. Если бы он отдыхал, он никогда бы было на моем канале-то сидеть. Мне вот некогда. Я отдыхаю, я даже никого вообще не смотрю, блогеров. Я и так-то их не смотрю. Ужас. Вот у Ютюбу надо быть благодарным. За то, что Ютюб дает возможность нашим российским полудуркам высказывать свое говно, выливать в комментариях. Иначе бы они захлебнулись бы. Их родственники бы умерли, наверное. От того, сколько желчи из них рельется. Это же дома какой негатив. Дома, если они пишут по отношению ко мне, к незнакомой женщине, пишут столько говна, я представляю, что у них дома творится. Они ненавидят всех. Ненавидят родителей, ненавидят друзей, ненавидят родственников. С ног ненавидят своих. С ног, зичьев ненавидят. Они прямо... Это же вообще ужас какой-то. Это какая-то просто неудовлетворенность жизни у людей. А что, красотка? Получилась? Конечно. Что мне? У меня-то не получится. У меня-то не получится. В моей жизни все, что я захочу. Все получается на раз-два. На то она и моя жизнь, потому что я ее сама строю. А вы в моей жизни живете, моей жизнью живете, представляете? Люди, вы живете моей жизнью. Зачем вам это надо? Зачем вам это надо? Все, сейчас лаком сбрызну. И все. И все. И алкашка-то я пропоется, конченая. И на трассе-то я стою. Это вообще ужас какой-то. Да успеваешь все. Я вообще не знаю. Все дальнобойщики мои. Кошмар. Это ужас. Это просто ужас. Ильин Павлович, не обращайте на комментарии. Да я и так не обращаю на комментарии. Я просто, знаете, мне просто вот... Заходишь там. Комментарии. Много комментариев у Кристины Мотиватор. Тоже девку сожрали. Сожрали. Все. 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 Живет в Америке со старым мужиком. Все. Ее там капец. И ребенок-то у нее. И все не так. И все не так. Все не так. Наши-то все сидят. Все принцессы на горошине. У всех мужики успешные. Молодые, красивые. Дети все в универах учатся. Даже говорить... Все порядочные. Все порядочные такие. Все порядочные. Одно слово. Все только в Европе отдыхают. Только в Европе. Да. Все семьей, всем выводкам четверо детей только в Европе. Дубай для них ничто. Только Европа. Нет, нет, нет. Какой Дубай там? Только Европа. Жопа Европа только. Только Европа. Так что вот так, Юлечка? Красотка. Конечно. И талии-то у меня нету. И живот-то 25 килограмм висит. И живет он у меня. И что? Доживете до моих лет? У вас не только живот и бурь висит. И хвостики тоже? Станя, Станин. Пока, пока. Девочки, ну у нас гости. У нас сегодня гости. У Михайловича день рождения. Да, спасибо. Представьтесь. Большой привет из отеля Дюмы Золотые. Бар Акапулька. О, все ясно. Тот самый бар. Тот самый бар. Все ясно. Как вы встретились здесь, интересно. Летом мы перебираемся в Анапу, а зимой перебираемся в Сочи. Здесь горы и здесь сноуборд. Все понятно. Аниматурши. Аниматурши. Кому что вам? Получше или понеже? Разъехались. Как? По домам. А там не аниматурши. А я в тенис любую играть. Они в такой играют или в такой? Во всякие играют. Во всякие? Во всякие играют. Ох. А футбол? Футбол? По аниматурам. По аниматурам? Да нет. Это по аниматурам уже, Михайлович. Это уже у тебя квалификация немножко меняется. А сейчас же знаешь, что говорят? Это ж лотно, да? Нет. Сейчас говорят, мужики-то живут с бабами, знаешь, где? Только в деревне. А остальные где? А остальные с мужиками живут. Мужики с мужиками? Да. А женщины с женой? Нет. Мужики только в деревне с бабами живут. Ты что, не поняла, что ли? Ну, я... На меня не доходит. Ну, и я до меня не доходит. Как это? На турнии сутки. А в Москве-то не надо же ничего. Ты устала, пошла, все, у тебя все есть. И зачем тебе мужик нужен? Да? Да я не знаю, мне в кассанаре зачем он нужен. Зачем он мне нужен? Вот я к этому и иду, все. Ну, давай, поздравляться будем. Наливай. Где, что, конечно. А почему? Леша. Алексей Анатольевич. Юлечка с Лешей с Алисой подарили Михайловичу новый телефон. Сапсунг. Сапсунг. И еще наушники. Наконец-то. Ну, они в комплекте идут. Серега, подключи мне цыганка с Москвы. Я шучу, что ли? Тупо шучу. Ты тупо, Михалыч, шутишь. Мы с Серегой вспоминаем наши былые годы, как и молодые годы. Алексей-то он, что, он смывался, а Серега там работал. До последнего. До последнего, до звонка, до... Пошли неинтересные разговоры. Почему неинтересные? Мне неинтересные, Михалыч. У тебя в этой истории-то нету этого. Мне неинтересные твои похождения. Мне очень-то неинтересные. Ну, что ты будешь наливать-то? А ты что сидишь-то? Это мой звонок. Девочка, налей, пожалуйста. Звонит на номер мой. Мама, пожалуйста, неинтересный. Где, Михалыч, сегодня водолаз? Мама, он... Тут в метрах 15. Скажи ему, что если он через 20 минут не будет в номере, мы без него уходим. Я говорю, так и так, Михалыч тут просит вернуться в номер. Приходит 30 минут, ничего не меняется. Я верлю. Надо было оставить его там. А я там спал, его оставил. Да, нормально. Зато у нас, видишь, какие люди работали. Я сейчас помню. А сейчас где летом? И спасали нас. Не знаю, пока еще разошли. И в Крым, и в Сочи. Я, наверное, тоже рвану в Крым слушаю. Рванину. Ну, давай. Кстати, очень рекомендую. В Крыму мы были... Что ты понес, зачем? Из-за парка, как у нас называется. Это прям сафари-парк. Сафари-парк. Я же был здесь. Да, мы с ней ведь женьки приехали, что-то в парку-то были. Наверное, нет. Ты что, Юля? Не пожалеешь. Я же все проехал. Ты был в Крыму, ты говоришь. Мне это сказали. Я в Крыму. Да. Съездите в Крым сафари-парк. Вот съездите в Крым. Вы не пожалеете. Просто съездите в Крым. Он тоже крутой. Он реально крутой. Слоны, медведи, тюрьмы, обезьяны. Медведи есть, обезьяны есть. Львы и тигры. Вот я тебе говорю. Леопарды, пуль. Крым-жик съездит в Сафари-парк. Он кран. Он кран. Алексей Анатольевич. Ты не был в горах. Просто там Крым это чудо. Ты можешь покормить бедведи. Это круче, круче. Можешь покормить бедва, ты можешь кульцу так вот скинуть. Я был в 76-м году там. Я проезжал от Одессы до Батуми. На теплофоне мы каждый курс проходили. У меня два метра лестницы. У нас в полицейске была моя в улице. А он как-то с оркестром. Так я же тогда народным артистом был. Я же играл четырежды в ряд. С СССР? Да, городских областных смотров. Нас возили везде, показывали. В Батуми я зашел, там сидят такие усатые грузины. Они давно уже ждать нас там давно. В Батуми как она называется? Парк или как? Батуми? 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 Батуми cookies, с Akrami. Та-та-та-та. Ой, я. Я понимаю почему этот номен в этого взяли. Внизу никого нет? Ник Given кого свои точнее. Да-да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok